добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и наша рубрика доктор баня по белому мы будем говорить о бане все что связано с баней о пользе бани в том числе и о том как устроена баня сегодня именно об этом и поговорим в плане пола почему именно на поле акцентируемся потому что на сегодняшний день у меня уже накопилось достаточно вопросов не только вопросов но и казусов столкнулись с тем что люди которые строят баня вдруг человеку заявляют что трап в бане делать нельзя в парном помещении трап делать нельзя почему начинают говорить высохнет трап и начнется туда сифонить запах это ну по крайней мере если человек не понимает что такое канализация как она устроенной и как можно сделать так чтобы из трапа не сифонило то лезть в чужую область тогда зачем он лезет может он вообще не взялся не за свое дело занимаясь строительством так вот кроме этого приходят даже проектанты пришли говорить помогите там с баней потому что дом строим а вот баня ну у нас дом на сваях вот и мы хотим чтобы в доме было баня ну вполне логично вполне нормальное решение но я говорю какой у вас будет пол ну вот нам советует сделать проливной пол но вы представляете в доме сделать проливной пол вы не представляете что такое что будет у вас под домом да ничего страшного мы там зашьем сверху эти сваи и все и представляете под домом будет у него что это страшное дело мало того что вообще деревянные полы долго в бане не живут с этим согласятся все да и какой бы там даже лиственницу ставится равно но где-то что-то начинается проблемы где-то начинается грибок где-то начинается еще что-то и крысы могут пошкодить и все что угодно так вот начинаются вопросы о замене начинается вопросы о том что под деревянными полами скапливается огромное количество вот этих отходов проливается вот это мыльная вода проливается вода которая с настоя со все и это начинает гнить это начинает все эти ароматы идти внутрь бани от 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 если это дом то его весь дом это опять у человека начинаются проблемы зачем они нужны давайте уже так мокрая зона мокрыми зонами у нас всегда считались это бани это душевые ванны и в том числе и кухня где пол считается самый лучший пол все-таки бетонный технологии позволяют даже на сваях делать бетонные перекрытия ничего в этом страшного не вижу я этих перекрытий столько налил за свою жизнь что вообще не не представляю в любом месте можно сделать перекрытия главное было на что опереться свои свая есть бетонные бетонные там балки или еще что-то нет если не даже нет бетонных то не не трудно их сделать и они будут вполне конструктивно держать этот пол делайте нормальный бетонный пол кладите нормальную плитку некоторые я хочу босиком ходить по полу да пожалуйста ходите сделайте теплый пол ну некоторые говорят я хочу по деревянному полу ходить хорошо сделайте об решеточку положите на полу об решеточку ходите по решетке но ее всегда можно поднять подмести под решеточкой будет трапик вода которая поступила быстро убежала а что будет с деревянным полом если у вас если он будет допустим не проливной проливной да пролилось туда и что у вас там на грунтах творится в вас до времени до определенного не будет интересовать пока вы не почувствуете запахи пока вам мошкара всякая не полезет вся и всякие насекомые пока у вас будет на ну а потом а потом вам нужно это все срывать а бетонный пол он есть бетонный пол сделайте нормальную с гидроизоляцией как положено можно сейчас добавлять специальные присадки в бетон который не будут давать проникновение влаги их очень много я он сам пользовался адмиксом у меня все перекрытия адмиксом про смеси с адмиксом у меня ничего не протекает нигде не капает даже когда крыш не было у меня ничего не капало под осадками я зимовал ничего все нормально технически решается все но не нужно закладывать мину замедленного действия запомните деревянный пол это ну в когда не было другого был деревянный пол но даже вам скажу допустим на кубани вот в малых хатах до пол был глинобитный просто его все сверху застилали соломой и все какое-то время солома вы приходила негодность и изгибали застилали новый или же там делали под маску глиной и дальше понимаете о деревянном полу даже никто не говорил на деревянный пол только в великой хате это в доме самом был это не везде не у всех и люди жили нормально и банями пользовались а тут вдруг всем подавай деревянный пол да вы просто посмотрите применение дерева его возможность сохранить его возможность обновлять поддерживать санитарных нормах если этого у вас не получается 2 плюс 2 не складывается так сразу разворачиваться идите на бетонный пол армированный бетонный пол великолепно делается на любом просто так на землю лить его нежелательно потому что со временем земля усаживается этот бетонный пол начинает вести вплоть до шалопается его нужно делать на нормальных устойчивом фундаменте или там на сваях но никогда не надо делать себе то чего вам придется переделывать буквально в ближайшие годы делайте на века делайте для того чтобы еще ваши дети и внуки пользовались такой должен быть принцип и у нас все так и делается мы привыкли делать только так поэтому я же говорю когда приходит вот даже приходят люди говорят что нам сказали баню делать обязательно в дереве как нам сделать так чтобы это было ну надолго я уже не как дерево в любом случае сгниет дуб гниет понимаете в таких условиях вот у меня бы были дубовые опоры для полка ноги вот эти дубовые они сгнили то они простояли где-то больше десятка лет дуб не выдержал вы говорите ну нормальное явление замена все да нет ненормально надо делать то чего будет на века но по полкам будет отдельно а по полу я сказал делайте нормальный хороший пол ну бетон плитка плитка есть такая плитка которая не скользит шикарная вот у меня метлахская плитка лежит все никогда сколько воды не лилось и никогда он не скользит не знаю сейчас конечно тяжело метлахскую можно найти но я думаю что при желании можно найти все но это мое мнение я на нем стою и поэтому всем говорю не заморачивайтесь проливной пол это чье-то ну просто вброс понимаете это вброс который кто-то вот решил просто навязать людям вот и все всем